друзья всем привет на канале давно не было обзора в обновлении tesla я как-то отстранился от этого перестал записывать видео об обновлениях которые прилетают на мой автомобиль tesla model 3 об интересных изменениях решил сейчас немножко ситуации исправить но не будем так конкретно все разбирать давайте посмотрим что у нас интересного привнеслось в автомобиль в которую в обновления которые были включены в последние несколько выпусков и так у меня автомобиль tesla model 3 21 года стендарт класс батареи лфп с гигафабрики шанхай напомню то что обновления прилетают на разные автомобили tesla в разный временной интервал то есть может пройти там допустим неделю или даже полторы от того как обновление появится насколько известно обновление прилетают сразу на автомобиле long range performance а на стендарт класс они могут прилететь попозже но это все зависит от конкретной от конкретного обновления если там какие-то критические вещи которые нужно пофиксить то конечно же они приходят более-менее синхронно на все автомобили и так текущая версия моего пола сейчас 2022.28.1 но после последней точки здесь принципе большого значения не имеет давайте немножко вернемся назад во время мини посмотрим что у нас было например обновление на давайте начнем с 20 что стадо историю далеко сильно автомобиль вам не показывает он не будет вам отображать истории всех обновлений там двухлетней давности только маму пять последних выпусков в обновлении 2022.16 у нас добавилась оценка запас энергии во время навигации теперь tesla как они утверждают учитывает направление направление скорость ветра погоду температуру чтобы на более точно оценить ваш остаток заряда по прибытию если вы выставили навигацию в конечный пункт ну как я уже проверил при поездке беларусь кстати смотрели это видео посмотрите его в принципе тесла и так неплохо оценивала запас хода но сейчас это стало наверное еще более точно не знаем посмотрим зимой потому что летом когда тепло оценка такая очень точная а когда зима конечно были разбежности поэтому посмотрим как это обновление повлияет уже ближе туда зимой теперь также профилях водителей которые у вас есть на вашем автомобиле синхронизируются не только зеркала положение зеркал руля сидения а еще и ваш аккаунт медиаплеер например spotify или тайдл теперь конкретно для каждого профиля водителя можно переподвязать свой аккаунт spotify или табил это очень удобно например потому что если на верной ситуации жена использует автомобиль и мы куда-то едем с ней в одно и то же время вот она едет автомобиля здесь был изначально подвязан мой аккаунт spotify если она слушает на нем какую-то музыку то я не могу у себя в телефоне или там где-то на аудиосистеме послушать музыку с этого же аккаунта spotify то что в spotify даже премиум нельзя слушать на двух устройствах одновременно и теперь если у каждый профиль водителя можно подвязать свою учетную запись не пользуетесь не путайте это с аккаунтом tesla это именно учетная запись spotify которую вы создаете конкретном сервисе spotify и там может приобретать эти премиум аккаунт максимальная скорость авто пилот увеличена до со 130 до 140 мы дойдем к этому позже это связано с tesla vision это изменение здесь появилась постфактум потому что когда это обновление 20-22-16 прилетела этого еще небо не было этого пункта изменения здесь потому здесь появилась давайте дальше конфигурации шин теперь можно настроить не только конфигурацию колес а и конфигурацию шину скажу что эта настройка не во всех автомобилях доступна вот у меня был тренер если вы заходите в сервис раньше было просто конфигурация шины сейчас конфигурация шин и колес то есть помимо того что вы можете выбрать диаметр ваших колес теперь еще можно выбрать шины всесезонные или летние это у нас один вариант либо зимние ну и как они утверждают чтобы это делается для того чтобы оптимизировать и улучшить вождения ну наверно может еще и для того чтобы улучшить оценку оставшегося запаса хода так у нас появилась навигация на польском языке на турецком языке хорошо звукой сигнал на зеленый сигнал светофора эта функция перешла у меня автомобиль с обычным автопилотом не с продвинутым она пришла из сюда из продвинутого автопилота раньше это было только там доступно теперь когда вы там не поехали на зеленый сигнал светофора в течение там 1 наверное секунду вам такой бум будет звук такой ненавязью о том что ну может этому снули не видите что также это работает если вы не первая стоите на светофоре перед вами автомобиль и он поехал и вы не начали движение тоже в течение секунды но если у вас нет не включен круиз-контроль или автопилот это же тогда вы получите звуковое предупреждение это очень полезно в наших сторонах где люди очень сильно нетерпеливы и если ты во время того как даже желтый загорелся за доходит уже него не убрал еще ногу с тормоза у тебя не погасли сзади стоп-сигналы тебе уже начинают сигналить опять у нас обновление 20 22.24 теперь в профилях водителя еще синхронизируется избранные недавние локации которые у вас навигации заложен не знаю почему этого раньше не было это в принципе логично но теперь они синхронизируются камера слепых зон то что добавилось по моему да в новогоднем обновлении что теперь боковые камеры нас выполняют функции камеры слепой зоны теперь раньше на был только в него в левом нижнем углу теперь я можно три положения сюда вверх переместить и сюда вправо напрягиваю сюда вот вправо переместил мне здесь более удобно потому что если она находится в левом нижнем углу то как-то за рулем я ее не сильно вижу поэтому здесь для меня на теперь самое удобное положение трафик по маршруту теперь когда вы включаете навигацию у вас ваша синяя полоска на карте навигации если там есть какие-то пробки это должно быть премьем connectivity чтобы получать данные трафика теперь эта линия в тех местах на карте где проложен маршрут конкретно где какие-то пробки будет либо красная либо бордовая либо оранжевая раньше это отображалось было просто синяя линия вашего маршрута а вокруг нее вот такой вот такие две тонкие полоски состояния движения на этом участке а теперь же сама линия маршрута будет менять свой цвет зависимости от трафика теперь у нас кое-что поинтереснее то что появилось в обновлении 2022 . 24 профили tesla об этом уже ходили слухи были скриншоты теперь ваши настройки вашего профиля могут синхронизироваться с другими автомобилями tesla которым у вас есть доступ например наверно это сделать для того что если вы там берете арендную машину или может вашей компании несколько автомобилей tesla если вы в одном будете меня там положение сиденья положение зеркал аккаунт это будет все синхронизироваться с другими автомобилями то есть у вас теперь остается возможность выбрать локальный профиль и профиль tesla которые у вас привязаны к вашему телефону приложению и он будет отображаться в автомобиле мы это разберем в отдельном видео не будем углубляться здесь это очень интересная штука посмотреть вам покажу как это работает с последним обновлением 2022 . 28 нас добавились теперь альтернативные маршруты непонятно почему их раньше не было тогда в гугле если вы вводите какую-то точку навигации например давайте введем в океи мы хотим съездить вкусная . у нас нету зато икея есть вот у нас изображается на карте несколько маршрутов видите вот один как в гугле да вы можете очень сколько маршрутов и причем вот у меня в случае с норвегией даже теперь отображается если вам видно на камере здесь маленький значок кроны то есть это отображается что этот маршрут платный на нем есть платные участки дороги почему-то мне не показывает тут еще есть маршрут он там можно платить проехать бесплатно дорог на если будет такой маршрут вы можете выбрать несколько из них и прямо во время езды вы можете вот так вот эту штуку навигацию свайпнуть вниз и переключиться между маршрутом прямо во время езды очень удобно хорошо что это сейчас появилось и просмотр видео в полноэкранном режиме там ютубе в netflix и теперь можно наконец-то свернуть маленькое окошко почему этого раньше не было тоже непонятно заходим в наш театр например выбираем youtube и вот раньше у нас здесь тоже были кнопки яркости их теперь нету теперь кнопка назад и вот этот кнопочка свернуть можно сюда делать какие-то здесь дела это очень хорошо потому что раньше например чтобы ну ладно температуру можно было менять здесь со строки состояния а чтобы например открыть багажник если вы смотрите youtube или передний багажник или еще что-то какие-то другие функции сделать приходилось это все дело сворачивать и тогда у вас закрывался youtube и все остальное теперь наверное если в этом видео какое-то включите она будет идти а вы просто в это время можете вот так вот влазить по меню и потом когда закончите свои дела вернуться полноэкранный режим тоже это наверное давно давным-давно было надо провести также у нас появилась навигация на португальском языке кому она нужна и перейдем к нам к самому больному то что даже не появилась а изменилась некоторыми обновлениями причем это конкретно появилась не в обновлении 22 2022 . 20 как вот в моей версии указано здесь потому что с обновлением 2022 . 20 я ездил в беларусь две недели и там этого не было но мне пришло позже но вот отображается что в обновлении 2022 . 20 это переход на tesla vision теперь у нас насколько я понимаю не используется ряд радар в автомобилях в которых еще есть радар для определения расстояния к предыдущему автомобилю используется только камеры связи с этим возникает ряд небольших неудобств тоже мы сейчас не будем это разбирать я сниму в этом отдельное видео но вот эта штука появилась как постфакту может она была до теста и они для всех включила в обновлении 2022 . 20 что еще поменялось из того что официально в чей блогах здесь нету набираешь во время телефонного вызова здесь верхней строке состояния отображается иконка телефона к телефонному разговору можно быстро вернуться не здесь она вам по моему вот здесь теперь отображается тоже какие-то мелкие косметические поправки по интерфейсу появились по моему поменялось иконка радио раньше здесь такой fm отображался здесь уже не fm или да потому что могут вот теперь здесь отображается именно частотный диапазон fm данном случае какие-то мелкие косметические изменения как тесла постоянно вносят которые помогают жить например даже по моему здесь вот нету безопасности до безопасности здесь немного поменяли расположение элементов по моему раньше видеорегистратор был ниже и режим охрана а теперь его подняли вверх но это тоже хорошо что они постоянно вносит какие-то вот изменения такие мелкие конкретные и вот еще по изменениям интерфейса если мы заходим программное обеспечение нажимаем информацию автомобиля смотрите у нас открывается теперь большой экран то есть экран с информацией в которой больше в автомобиле так как у меня батарея lfp видите отображать и батареи высоковольтного напряжения главной батареи летим iron phosphate летим железо фосфат на если у вас батарея кобальтовая здесь этой строки вообще не будет то есть вас только уведомит такой автомобиль только если вас батарея lfp и обогрев салона так как это автомобиль 21 года с тепловым насосом весь вот тоже тире отображается тепловой насос и если вот тип низковольтной батареи кислотно то есть со свинцом батарея если у вас автомобиль 22 года там какого с марта может начало и раньше которые уже установлена литий-ионная низковольтная батарея то здесь тоже это будет отображаться очень полезно если вы хотите там может сели в какой-то автомобиль другой либо присматриваете купить сразу посмотреть конкретную информацию об автомобиле что у него внутри плюс еще по косметическим изменениям у нас теперь отображается последнее давление в шинах которое было считано в то время когда автомобиль двигался потому что автомобиль давление в шинах не считывается во время простоя она отображается здесь у нас в разделе сервис отображается также рекомендуемое давление в шинах также она будет у вас это последнее давление в шинах отображаться в вашем приложении tesla русский язык то что она не ужаловался здесь там было очень много замечаний от меня например много слов были записаны заглавной буквы подкорректировали сейчас это выглядит по мне так лучше еще для батарей например lfp как моем случае добавили вот сюда такой пункт если вы меняете ограничение заряда со 100 до меньше то теперь отображается рекомендуем установить лимит заряда до 100 процентов заряжать батарею полностью хотя бы раз в неделю это изначально появилась в руководстве теперь отображается здесь и также в приложении tesla во время зарядки если вы будете двигать этот ползунок лимита тоже отобразится это же уведомление и с последним обновлением 2022.28 автомобилю которых установлен процессор мд райзен как я обозревал tesla modula 22 года у которых передних usb портах нету коммуникации подключать джойстик можно только через перчаточный ящик там можно там в них в тех автомобилях не было изначально установлено игр которые требовали контроллера а теперь же теста в этом обновлении . 28 вернула игры вот здесь прям так список отображается что эти игры добавлены и прям там указано что подключайте джойстик перчаточный ящик почему-то они вот до сих пор до сих пор никак не ведут поддержку bluetooth джойстиков очень жаль но эти игры вернули в автомобиле в которых нету нельзя подключить джойстики сюда центральную консоль будем надеяться скоро и реализует поддержку bluetooth джойстиков и также теперь что можно если мы заходим в аркейд теперь у нас можно удалить игры насколько я знаю здесь у меня в mcu 2 второй версии вроде 64 или меньше гигабайт памяти там где райзен по моему 128 и теперь игры если вы их не используете можно взять вот так вот и удалить битву за политопию не использую все ударить а для того чтобы установить ее обратно видите кнопку установить у нас такая серенькая нам необходимо подключиться к вай фай мы подключаемся к вай фай и после подключения к вай фай мы можем нажать кнопку установить и игра у нас качается но это как-то происходит очень медленно тесла сервер лежат файлы игр какой-то очень такой медленный прям очень долго это происходит хотя здесь 74 мегабайта всего это будет скачиваться долго в общем так друзья это был у нас такой экспресс обзор обновлений обновлений последних обновлениях программы обеспечения тесла напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу какие конкретные вас изменения да я могу не всем рассказать потому что еще раз повторяю что на разные автомобили могут приходить обновления которые немного вот отличаются и в разные сроки они могут приходить но темнее напишите что вы думаете по этому поводу какие самые значимые изменения для вас привнесли последние обновления подпишитесь на канал чтобы не пропустить видео о об облачных профилях тесла и о моем мнении о автопилоте на тесла vision а сейчас поставьте пожалуйста данному видео лайк буду очень благ и благодарен и мы увидимся с вами в следующих видео